Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. Сегодня мы поговорим об уходе за клубничкой после плодоношения, а самое главное, как подготовить ее к зимовке в конце сезона. Клубника требовательна культурой и она потребует от нас целого комплекса мероприятий. Мы уже показывали после плодоношения, как обрезать клубнику. Для новичков на канале напомню, что я полностью клубнику на взрослых посадках однолетних, двухлетних не срезаю, оставляю 20 процентов листьев для того, чтобы не засохла при жаркой погоде точка роста и для того, чтобы не ослабить растения. После этого я вношу вокруг кустов комплексное органоминеральное удобрение для клубники, рыхлю обязательно плоскорезом, насыщаю почву кислородом, сдвигаю мульчу в середину грядки в проход между рядками клубники, а свободное пространство между рядочками. Обратите внимание, у меня уже появилась зеленая шубка сидератов, я засеваю сидератом. Удобнее это делать, посеив горчицу и редьку масличную, поскольку они не развивают мощные корневые системы и потом уже легко вырываются и этой же вот самой биомассой можно обложить клубничку вокруг. И еще после сбора урожая ответственный момент – это отбор посадочного материала. Если у вас клубника расположена на мульче и густым слоем соломки лежит, допустим, или другой мульчирующий материал, если это у вас агроспан, усиком, который образует воздушные корни, невозможно укорениться на этом материале. Поэтому мы берем стаканчики, пришпиливаем туда первый, максимум второй ус от материнского куста, и когда он укоренится в емкости, потом мы постепенно его отделяем, удалив все остатки. Самый лучший посадочный материал, как я уже сказала, это первый, максимум второй ус, самые крепкие, самые продуктивные, потом будут саженцы для посадки осенью либо весной. Вот такие стаканчики, которые у вас стоят между кустами, нужно обязательно поливать более тщательно, поскольку почва в них быстрее пересыхает. Другой момент. Если у вас клубник находится без укрытия какого-либо агроспаном, агроволокном, не замульчировано, усы легко укореняются вокруг, образуя шубку вот из такого посадочного материала. Вот тут нужно внимательно следить, чтобы растение не израсходовало с избытком своей силы на формирование большой массы вот этого посадочного материала, репродуктивного, нужно вовремя их удалять. Клубника выпускает усы на протяжении всей своей жизни, начиная от подоношения, заканчивая уже переходом к зиме. Поэтому, вот смотрите, с клубнички своей, постоянно удаляя вот такие усики, которые она выбрасывает, не делайте это руками, не обрывая, вы можете повредить точку роста, делать это лучше просто ножницы. Взяли ножницы, пробежались по посадкам, даже не обязательно их убирать, потом просто раз в 2-3 недели соберете все это с грядки и все. Следующий момент, после того, как мы отобрали посадочный материал, нужно подготовить грядку для его посадки. Посадки клубники у меня на одном месте растут не более трех лет. Как только я собираю третий урожай с ягодки, я отбираю посадочный материал и удаляю маточные кусты. Здесь вы видите у меня три грядочки новых, разбитых под посадку клубники. Я ее практически уже высадила, как я готовила грядки. Ширина грядки, сразу оговорюсь, у меня 110 сантиметров. Так удобно высаживать клубничку в два ряда, она так хорошо проветривается. Грядочки у меня расположены с севера на юг, хорошо проветриваются, освещаются солнышком. И посмотрите, клубничка у меня, поскольку здесь сорта у меня невысокорослые, они не будут давать пышную шапочку листвы, я располагаю на расстоянии в среднем где-то 40 сантиметров от центра каждого кустика. А теперь о заправке грядки. Каждый год вы наблюдаете мои посадки и спрашиваете, неужели я все время чеснок сажаю в совместных посадках с клубникой. Да, мне так удобно. В этом году я решила выделить отдельную грядку по чесноку, но продолжу совместные посадки. Чеснок никак не конкурирует с клубникой за питание. У них примерно одна и та же схема подкормки, поэтому достается и клубнике, и чесноку. Чеснок не образует большой вегетативной массы, не затеняет клубничку, и мы его рано собираем с грядки. Поэтому, когда клубника входит в силу, когда идет отдача у нас ягоды, урожая и усов, она, конечно же, получает максимум ухода. Посмотрите, между у меня рядочками где-то в среднем сантиметров 70-80 остается, здесь у меня в серединочке уже засеяны седираты, и будут потом посадки озимого чеснока, когда придет время для его посадки. Как готовил грядку? Поскольку здесь у меня был картофель, вы скажете, что после картошки клубнику не сажают. Да, это, конечно, в идеале, соблюдаясь в оборот, сажать клубничку после культуры, под которую вы вносили максимум питательных веществ. Это лук, допустим, чесночная грядка, или, допустим, какие-то посленовые культуры, которые вы хорошо обогатили при посадке именно в посадочные места. Но у меня складывается диспозиция участка таким образом, что некуда мне было посадить клубнику. Поэтому я очень тщательно заправила грядку. Мне ее пришлось перекопать. Я не сторонник перекопки, но почва здесь была слежавшаяся. Поэтому я взяла лопату. После того, как я перекопала, я внесла раскислитель. Поскольку почва у меня сильно кислая, я заделала его в почву. И затем уже на взбраненную грядку нарезала три канавки вдоль, по краю и посередине, на глубину чуть больше пол штыка лопаты. В эти канавки внесла органические компоненты. Не жадничала. В среднем на грядку 4 метра у меня ушло 7 ведер перегноя и 7 ведер компоста. Я их равномерно раструсила слоями вниз компост, сверху перегной. Потом заделала канавки сверху почвой, получилась ровная грядочка. И получается, если мы в разрезе посмотрим, сверху будет почва, а внутри три вкусно заправленные канавки. И потом уже я формировала луночки и в луночку укладывала перед посадкой усика адресное удобрение для клубнички, которое подойдет для ее запроса и будет раскрываться в течение трех лет. Сейчас я хочу вам показать, как сажаю клубнику я. Многие из вас сделали это еще во второй половине августа, но я немного оттянула посадку, поскольку август у нас выдался, как и все лето, довольно жарким, засушливым, поэтому я не стала рисковать. Посадочного материала у меня было немного, поэтому дождалась, пока почву у нас продуктивно прольет, температура снизится, и сейчас клубника еще весь сентябрь спокойно зацепится за почву после посадки и эффективно подготовится к зиме. Грядка у меня полностью готова. Посмотрите, у меня вот такие усы, они у меня были высажены в отдельную маточную грядку, я сейчас аккуратненько их достала. Обращаю ваше внимание. Видите, вот эти усики довольно уже хорошо облиственные, богатые. Если у вас усики пожиже, можно сложить их в два, аккуратно расправив корешочки, посадить в лунку. Тогда кустик у вас весной очень быстро нарастит массу и будет больше цветочных почек. Но я не буду рисковать, потому что они у меня и так уже хорошие. У меня уже намечены луночки в конце грядки. Видите, грядка у меня практически уже засажена. Всю неделю я в перерывах между осадками потихонечку высаживала клубнику. Если посмотреть, посмотрите, у меня здесь в лунке проглядывает перегной, поэтому я сейчас вот эту почву вокруг луночки взрыхлю. Видите, почва пушистая, воздушная. У меня по составу она супесчаная. Если у вас почва глинистая, суглинистая, более тяжелая, конечно, лучше бы ее немного облегчить. Добавьте песочку, но добавляя песок, вы снижаете ее гумусный состав. Поэтому не жалейте питания. Я в лунку еще, кроме всей прочей заправки, обязательно добавляю проверенные, уже хорошо известные удобрения по всему сезону. Мы его использовали с вами на тепличных культурах и в грядках проводили подкормку и на ягодных культурах использовали. Это органикум. Органическое удобрение, комплексное. В составе у него не только элементы питания азот, фосфор и калий в соотношении 4-3,3%, но и 16 незаменимых компонентов, которые благотворно влияют на растение в течение всего срока вегетации. Что самое главное удобно, оно гранулированное и при намыкании гранулы постепенно растворяются в почве, питая растение. Его можно вносить луночным способом, как я сейчас это сделаю, а можно внести в грядку сплошным способом, разбрасывая на каждый квадратный метр 50 граммов вот таких гранул. А если вы используете его при закладке в луночку, берете всего лишь одну пятую часть стаканчика пластикового, 200-граммового, стандартного вот такого, это будет 10-15 граммов. Это будет вполне достаточно для посадки любого саженца растений. Клубники или, допустим, рассадка, которую вы саживаете на старте сезона. Я взрыхляю почву намеченной лунки, вношу гранулы, перемешиваю и уже переходим непосредственно к посадке. Вот посмотрите, вот у меня есть усик. Уже хорошо сформированная корневая система. Но при посадке нельзя заглублять точку роста, поэтому мы что делаем? В серединке лунки формируем вот такой холмик, плюшечку, комочек, и на него ставим нашу клубничку, как будто на стульчик ее сажаем. Корешочки вокруг расправляем. Замечаю, что если у вас почва сухая, обязательно пролейте лунку. У меня уже с избытком наперевождена, поэтому я осторожно просто заправляю корешочки вокруг, прижимаю. Видите, у меня точка роста осталась снаружи. И дальше подсыпаю почву вокруг. Аналогичным способом я высаживала все усики на моей грядке. Если бы я не вкладывала компоненты непосредственно в бороздки, которые я заправляла для посадки клубнички и азимового чеснока, но нет у меня столько, допустим, компонентов органики, 50 граммов вот такого пролонгированного удобрения, которое будет действовать в течение трех лет, я бы внесла на грядку и задела уже верхний слой почвы. Не обязательно его глубоко перекапывать, можно заделать просто проскорезом. Вы скажете, Анна, у вас вот такой посадочный материал. Мы свои усики покупаем, например, для расширения какого-то сортового разнообразия, пробуем новые сорта. Например, или плантация клубники достаточно мала, чтобы отобрать достаточное количество усов. Что делать в этом случае, если не хватает усов для посадки? Или сорта малоплодные, которые они дают, допустим, один-два уса за сезон, или не дают вообще? Бывает и такой способ, как деление кустам. Вот здесь у меня посадки клубники в каркасной грядке. Один ус вышел из контроля, вырос посредине между рядками. Я его специально оставила, чтобы вам показать именно этот способ. Я его сейчас подкопаю, достану целиком и покажу, как правильно его разделить. Вот он, какой кустик уже после удаления его с грядки. Давайте посмотрим на него поближе. Посмотрите, кустик имеет несколько розеток внутри. Его можно смело делить. У каждого будет своя точка роста, и у каждого уже сформирована цветочная почка. Аккуратно, чтобы не повредить корневую систему соседней розеточки, можно его делить на 2-3 части. Кустик молодой, поэтому я его аккуратно, видите, чуть-чуть, не надрывая, аккуратно раскачивая, разделила на 2 самостоятельные части. Вот такие кустики можно смело уже рассадить на грядку. Несколько способов отбора посадочного материала мы вам показали. Рассказали, как отобрать усы, как посадить их на грядку, как ее заправить. Но от себя еще добавлю, что уход за клубничкой на этом не заканчивается. Если стоит сухая осень, посадочный материал, который мы разместили на грядке, обязательно нужно поливать, чтобы потом иссетовать, чтобы усы у вас не прижились. Ближе к холодам клубничку, если есть возможность, лучше замульчировать. Можно использовать хвойный опад, солому, любой другой мульчирующий материал, который прикроет корневую зону перед морозами. Сделать это можно с первыми холодами. Ну, а если у вас есть уже действующие посадки клубники, например, однолетней, которую вы высадили в начале сезона, она уже у вас окрепла, двухлетней, или ту клубнику, которую вы оставили на третий год, для получения финальной стадии урожая на следующий сезон, сейчас погода еще позволяет ее подкормить. Если вы не сделали это в августе или в начале сентября, не поздно это сделать сейчас. Можно внести органику непосредственно под мороз, заделыв вокруг кустов, роступи прям непосредственно. Норма унесения мы вам уже сказали. Это позволит растениям улучшить углеводный и белковый обмен, подготовиться качественно к зиме, поскольку у них будет более крепкая корневая система, меньше сил они потратят растения на подготовку к зиме, и, конечно же, порадует результатом нас уже на следующий год, отдавая нам ароматную, вкусную ягодку. Сейчас еще у многих из вас на ваших урожайных грядочках подоносит ремонтантная клубничка, а правильно называется крупноплодная садовая земляника, поэтому не забудьте подкормить и ее. Мы сегодня вам рассказали про комплекс ухода именно осеннего за посадками клубники, немного углубились в посадку, и, конечно же, если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Не забывайте, что если стоит теплая погода, и если у вас были проблемы с заболеваниями и вредителями, сейчас не поздно еще провести все обработки. Погода нам позволяет делать это в сухую безветренную погоду, и желательно, когда уже все насекомые опылители ушли из наших садов. Всего доброго, до новых встреч, отличного вам урожая на будущий год!